привет тебя как зовут Валерия Валерия, слушай, ты когда-нибудь любила в жизни? конечно а сейчас отношения есть? это сложно назвать отношениями а что там? ну, наверное, я люблю человека но он не готов к отношениям в чем это проявляется? он прямо об этом говорит ну, а какая часть отношений его не устраивает? не знаю, встречаться еще что-нибудь делать он не хочет обременять себя этим словом ему нужна свобода словом отношения? да ну, то есть определенные обязательства какие? ЗАГС? да нет, почему же ну, а какие обязательства? ну, ты должен быть верен человеку а, то есть он согласен только это самое одна из ну, он учитывает вариант что если он встретит человека который ему понравится и он захочет, к примеру, переспать с ним то он это сделает ну, то есть смотри уже некоторая чистоплотность он из-за этого не хочет отношений то есть, ну, ты же понимаешь что он бы мог грубо говоря ну, да, хочу встретил, переспал то есть, по крайней мере он в больную игру не ведет то есть он, грубо говоря он отказывается сейчас допустим, с тобой спать только потому, что ну, это вообще какой-то романтик неисправимый только потому, что может встретить и захотеть переспать или он от тебя хочет добиться разрешения ну, как говорится быть там второй, третий и так далее он не отказывается со мной спать а, ну, а почему тогда не обременяет себя просто не дает гарантию что не будет измены? да и не готов к совместной жизни, например ну, в смысле контролю по две стороны ну, то есть, чтобы он меня контролировал а я его ну, не против при этом ну, хорошо то есть, грубо говоря отношения на дальнем поводке, скажем так ну, а потом, допустим ну, переспал он скажет об этом? да, конечно а, ну, то есть вариант отношаться, допустим до того момента как он с кем-то переспит и слить его нафиг тебе не нравится? ну, мы же свято верим в вечную любовь которая не существует ну, хорошо а слить его заменить следующим? ну, если, в принципе если он не готов дальше, как бы, что? ну, я ведь не могу поспорить со своими чувствами он у тебя первый, нет? нет а сколько было? ну, я семь лет в браке и сейчас развожусь а, то есть ты еще в браке а к этому уже чувствую, да? да а что разводишься? потому что больше не люблю своего мужа из-за чего? мы два года уже не живем вместе расстояние сыграло с нами злую шутку то есть какое-то время не пожили вместе и как бы да ну, странно ну, все нормально было при этом просто какое-то время там вместе когда вы когда вы находитесь долгое время на расстоянии ты проводишь анализ отношений которые были у вас когда вы были вместе постоянно да и когда ты анализируешь находясь в одиночестве ты вспоминаешь не только счастливые моменты а понимаешь что вот это было не так вот это было не так ну и плюс я очень изменилась за это время я хочу немного другого мне нужно больше эмоций чем может дать этот человек ну смотри ведь довольно быстро получается то есть два года уже не вместе семь всего то есть какое-то время еще расстояние было то есть получается что брака как такового там ну три-четыре года и уже надоел пять лет мы уже пять лет мы были хорошо потом он уехал еще год нормально хорошо все общались ну а вот потом а куда он уехал ну как у него семья он на год куда-то смотался куда он смотался он воюет а воюет то есть его забрали или сам уехал сам уехал о нифига себе слушай а вот ну есть такая тема что карточки оставляют эти банковские то есть то есть он все в одно жало что ли забирал нет он помогал присылал мне какие-то деньги о круто нифига ну хорошо а ты говоришь проанализировала что что-то было не так там отношения были не такие ну что именно что в нем такого плохого было он неплохой человек я этого не сказала он очень хороший человек ну а что сподвигло скажем так ты говоришь пересмотрела отношения и как бы что-то там высветилось ну возьмем банальную самую такую простую ситуацию я еду с работы я захожу в супермаркет я покупаю продукты я еду на маршрутке везу это все эти пакеты и он даже не может выйти меня встретить потому что ему это не нужно даже с остановки да то есть я не прошу там приехать в супермаркет и купиться вместе и вот я прихожу домой с этими пакетами и он счастлив потому что он не привозил капли усилий но он деньгами вложился разве в суде деньга ну резонно да ну только это как бы из-за того что не встретил ну то есть более что подобное ну более жесткое что-то было я человек который живет эмоциями например я люблю свидания и когда ты стараешься что-то придумать и организовать и человек говорит нет мне это не нужно мы будем дома нет давай посидим дома посмотрим фильм нет давай мы побудем дома это надоедает ну и постоянные манипуляции тем что мне некуда уйти это наверное было то что ломало он у тебя первый был нет а сколько до него было отношений ну скажем так да двое а возраст какой я вышла замуж в 18 лет о ну блин это все небольшой возраст там как правило еще влюбленность может быть в таком возрасте вот и сейчас слип ну хорошо а вот этот вот который нынешний появился который зараза такая не хочет гарантии давать он первый который появился после или какие-то еще были нет нет он первый ну какой шанс дает что его в ближайшее время ну если он такой засранит вот гарантии не дает какой шанс что его в ближайшее время будешь там на следующем гарантии гарантии нет никаких шансов нет тоже ну как как словно это я наслаждаюсь моментом если в моменте он рядом со мной я благодарю за это вселенную хорошо а если сейчас не знаю там войнушка закончилась и вернулся это однозначно как бы действующий или ты уже подала на развод нет я еще не подала на развод и он пишет что любит меня и будет любить всегда и просит чтобы я хотя бы писала как у меня дела я не знаю сможем ли мы все отстроить мы пытались но все портил одну прекрасную ночь а ты про действующего говорила нет курсы нет конечно ну резонно нафига нервировать и так не в простой ситуации человек оказался да должно было быть по-другому я хотела чтобы он вернулся с войны хотела чтобы он получил психологическую помощь прошел реабилитацию и лишь тогда расставлять точки надо но как-то так сложилось ну хорошо вот если вот этот сейчас действующий негодяй допустим сольется ну все переспал с кем-то ну все неприемлемо да? я не знаю когда любишь человека ты можешь прощать ему много ну да ну хорошо допустим он сам слился там сам инициативу проявил другого пока нет возвращается действующий супруг разбегаешься или нет не знаю ну рассматриваешь вариант третьего какой вариант третьего ну допустим этот слился тот вернулся но как бы он особо не нужен ну найти кого-то еще ну я не знаю если кто-то попадется человек которого которого я влюблюсь то конечно ну ладно все блин спасибо интересно вообще такая беседа было интересно спасибо за открытую беседу так друзья не могу дольше раскручивать одну надо еще нескольким позвонить итак стоп много информации подводим итоги надо все обобщить я на самом деле не могу просто так обобщать потому что даже то что обобщается само по себе сходу я конечно снимал шорцы про возгенов и про мобиков чмобиков но честно говоря понимал что большей частью шучу вот понимал что в каких-то частных случаях не шучу но по статистике думал что скорее это шутка вот фу ваш здоровье друзья ну как видите я с детниками много не общался итак подводим итоги в 18 лет у нее если верить минимум двое но верится в это с трудом потому что третий в 18 лет у нее муж третий госсупруг извиняюсь госсупруг у нее третий это как-то наводит на мысль о о том что больше третьего не бывает я думаю что нынешний у нее тоже третий так с ним она живет пять лет судя по всему сидит полностью на его шее то есть ну не только же деньгами надо вкладываться сидит на его шее в его хате потому что ей некуда идти и судя по всему когда она ему говорит что я сижу на твоей шее в твоей хате и мне этого мало ты еще и носить должен жрату то есть вообще ни хера не должна делать он ее начинает говорить попрекает тем что ей некуда идти то есть он говорит что слушай не борзей да вот ты у меня живешь и за мой счет и скажем так хоть что-то делай ты ну если я все правильно понимаю вот хоть что-то делай ты например там привези продукты не на твои деньги купленные не в твою квартиру или в дом вот ее это травмирует до такой степени то как бы он нахер не нужен становится дальше чувак уезжает на войнушку ни много ни мало и оттуда шлет бабки пусть не все карточку не оставил но какое-то количество шлет бабок у нее появляется любовь о которой она не говорит то есть она трахается за спиной потому что спать этот чувак не отказывается то бишь это классика те самые возгены ашоты-камшоты магии про которых я говорил которые появятся обязательно у бобиков вот скажем так их семья будет не дом а полная чаша возгена шот-камшоты-мага так значит она трахается с чуваком пока тот воюет причем это не чмобик это доброволец то есть она сказала сам уехал пока он воюет она трахается с чуваком естественно ему ничего не говорит подумает что так чувак не хочет на себя взваливать судя по всему ничего хочет трахаться на стороне красавчик вот и уж тем более ни про какой ЗАГС не говорит даже не дает гарантии что будет трахать только ее вот поэтому она не разводится с этим чуваком продолжает собственно получать помощь вот скорее всего нахер шлет потому что он ей пишет там люблю не могу вот скорее всего просто почувствовал отмораживание вот она здесь шпилится живя в его квартире скорее всего шпилится на супружеском боже продолжает получать помощь вот но если этот чувак ну грубо говоря запасная ветка не сольется то с ним будет развод вот а так как жить ей негде то очевидно он должен не только не слиться но еще и каким-то образом обеспечить жилье жить ей не только негде но скорее всего и не на что потому что живет она сейчас за счет этого воеваки херово вот поэтому скорее всего чувак может теоретически понимаете друзья для меня это странная ситуация кажется что чувак говорит не могу дать гарантии что не буду больше никого трахать если это такой супер трахать скорее всего он бы сказал окей-окей и трахал бы кого хотел судя по всему вот тут недоговорка это какой-то странный образ это какой-то предельно честный мега трахать то есть это чувак который не хочет трахать одну но при этом честно об этом говорит при том что это одна у него буквально безгоду неделю знаком. Он с какой-то теткой прохожей, которая несколько раз присунул, говорит предельно честно, будучи полностью аморальным чуваком. Хочу тракать всех и это самое, и много раз, но говорю об этом честно. То есть, измена недопустима. Причем, как измена допустима, но должна разрешить. Должна согласиться на такой формат отношений. То есть, судя по всему, проблема не в этом. Судя по всему, проблема в том, что ну, она сама собой следует, что если она сидела на шее у воеваки и жила на его месте в его хате, то дальше он должен этот новый чувачок как-то этот вопрос разрулить. Потому что не работать же идти, а воевак наверное уже не будет вас гена содержать. Хотя, как знает. И не разрешит ей жить с этим пихарем в его квартире. Тут вся надежда, конечно, может. Теоретически. Сейчас у нее, она не знаю, не знает. Знает. Сейчас разводиться с ним это упустить гробовые. Которые могут в любую секунду прийти. Вот. И будет решен вопрос длительного содержания и, соответственно, может быть, даже проживания. Все-таки там семь с чем-то. Я не уточнил регион, но во многих регионах это полноценное жилье. И еще останется. То есть, вот сейчас вполне у нее может решиться вопрос. Поэтому, как бы, ситуация неопределенная. То есть, в любой момент он может решиться. Вот. За счет гробовых. Пока что у нее закрывается вопрос только жиротвы. Гробовые могут закрыть вопрос жилья. Разводиться сейчас, конечно же, она не будет. Она и сказала, нет, конечно, не подавала. Вот. Просто трахается, как говорится, с чуваком. Дальше. Она вполне допускает, что если этот чувак сольет, она будет трахаться со следующим. Вот. И разводиться, в общем-то, сходу не собирается. Ничего не упустил. Ну, вроде ничего. Ну, вот. Это забавно, друзья. Это забавно. Но что-то мне подсказывает, что, вот смотрите, как женщина, да? Как женщина. Уровень ее. Теперь другой вариант. Как мужчина. Убийца. Уровень его. В принципе, соответствие. Моральное, духовное, душевное соответствие. Убийца и... Блин. Вот. Не будем говорить. Кто понял, тот понял. В принципе, как бы, ну да, женская вариация военного. Вот. Воеваки какого-то контрактника-убийца. В принципе, соответствие. Вот. Но, друзья, теперь уже все мои эти ролики про Ашотов, Камшотов, Вазгенов, Магу, они все становятся вполне реалистичным. Ну, как бы вот так. Заметьте, либо мне сейчас очень повезло, вот, и я попал сходу на необычного воеваку, либо это норма, потому что с женами, с госсупругами воевак, вот первый раз мне довелось поговорить, пока одна из... Одну. Пока что, как бы, попадали стопроцентно. Выборка, конечно, небольшая. Выборка и есть одна. Ну, вот, как бы. Ну, что ж, как говорится, пожелаем счастливой войны, как говорится, чуваку. Вот. Пока тут его госсупругу шпилят, соответственно, он там пишет, что люблю, не могу, и шлет бабки. Шпилят ее у него же дома, потому что, судя по всему, ей шпилиться негде, а тот чувак не предлагает даже места. Вот. Ну, в принципе, нормально. Субтитры сделал DimaTorzok